Я хотел к Алексею обратиться. Алексей, как ты относишься к такому левому понятию, как космополитизм? Спорное определение, оно отрицает национальность. Да, я отрицаю. То есть, как бы, с одной стороны, это коммунистическая тема, все национальности не играют роли. С другой стороны, она используется как раз-таки интернационалистами, как экспансия. То есть, так как национальности нет, мы можем заниматься экспансией спокойно. То есть, нас не ограничивает какая-то там национальность. Нашу экспансию. В Италии, в будущем, конечно, все общество на планете, оно будет интернационально. То есть, глобализация, она стирает культурные границы. Вот, и, следовательно, будет один общий народ. Ну, это будет очень нескоро, тысячи лет там. Ну, можно... Да, и если, Алексей, еще учитывать, что процесс может разворачиваться в обратную сторону, допустим, из-за глобальных катастроф, то есть, может опять разрушиться глобальное общество и остаться, например, очаги жизни в каких-то отдельных районах. И, то есть, все может начаться сначала при жестких условиях. Ну, да, может и такое. Поэтому процесс может завершиться тысячами. Слушай, а вот под этим, Алексей, под этими благими намерениями, то есть, как космополитизм, то есть, стирание культуры и так далее. То есть, одна же страна может сказать, что у вас нет такой культуры и спокойно захватить другую страну, то есть, не реагируя на их права просто. Но это делается не на основании космополитизма. Я не понял, о чем. Ну, или, к примеру, одна нация может, точнее, одна страна может отрицать культуру других стран и банально сказать, что они не имеют права на свои культуры. В том плане, что только существует их культура. Ты имеешь в виду, что могут возникнуть конфликты? Ну, к примеру, кстати, и Украина, опять же. Так говорите, что угодно. Так, смотрите, у вас, если государство национальное или интернациональное, у вас в обоих случаях два разных аргумента для экспансии. Но все равно экспансия будет. То есть, сами по себе состояния не являются критерием, нападений и так далее. Все равно государство использует любой аргумент для экспансии. Какая ему разница, какой он будет? На националистической почве или на интернационалистической? Понятно. А вот то, на то государство, на которое оно может напасть, это большое государство, полезна ли культура и обособленность своя в этом плане? Ну, для защиты полезна, да, это правда. Про это я сейчас говорю. То есть, про именно вот этот период 2018 года, когда культура есть еще до сих пор, и они вряд ли отойдут еще ближайшие там сто лет, даже больше. Так что это очень полезно в этом плане. Я не согласен. Могу объяснить, почему. Ну, а какая защита интересна, мне бы пыталась? Во время Второй мировой войны, ну, у меня очень скудное познание в истории, но, насколько я понимаю, Франция достаточно быстро раздалась и особо сильных потерь из-за этого не имела. Ну, я имею в виду, с точки зрения какой-то там промышленности, она была просто захвачена и городов. То есть, там не было набежек сильных. В этом плане, как бы, вполне себе очень, мне кажется, выигрышной стратегия, когда ты просто растворяешься, поддаешься какой-то экспансии внешней, вот, и ассимулируешься. Точно так же сделали. Точно так же сделали ацтеки, да, 500 лет назад. Да, они тоже сдались испанцам и их уничтожили. Где сейчас ацтеки? Или индейцы, опять же. Проблема в том, что они не сдались. Или вот в Японии там было какое-то племя, их тоже уничтожили. Айны были, да? Это не просто японская. Они населяли и Корею там, и... То есть, вот вам и культура, опять же, и семья. Подожди, давай мы... Ну, тут можно построить вот какую схему. Значит, смотри. Ты говоришь о том, что, во-первых, пришли какие-то ребята, и эти индейцы... И установили свои правила против вашей воли. Гениально. Да, я бы говорю, господи, ребята, ну, пришли какие-то... Были какие-то индейцы, которые хотели ассимилироваться. К ним пришли другие ребята, и их всех помевали. Как мне кажется, вроде как, наоборот, индейцы не хотели ассимилироваться, и они достаточно жестко держались за своей традицией. Ну, ладно. Допустим, вот. Так вот, если приходит к нам какой-то фашист домой, да, и говорит, что, ребята, вы здесь не нужны, вас всех сжигать. Чем поможет какая-то культура? То есть, культура, я имею в виду, что в борьбе с этим... То есть, вы не будете сдаваться просто так. Понимаешь? Для тебя будет служить стимулом не то, что ты не хочешь ассимилироваться, а то, что ты не хочешь, что тебя убили, или угнетали, или еще что-то. Вот в чем проблема. Для этого не нужна культура. Зачем культура? Смотри, на Китае и на Монголе... Смотри, про империи поговорим. Давай, Апстример, я тебя немножко фридом перебью. Монголы, Чингисхан, там, нас захватили, Китай. И что? Китайская культура намного более высокая, более древняя. Она пережила монголов. То есть, да, они там правили несколько столетий. И потом все, орда это развалилась. А Китай, он как был, так и остался. Они просто ассимилировали победителей. Как бы культура обособила тех людей, чтобы они могли защищаться. То есть, знать, кто свой, кто чужой. в этом плане. Вот и все. А чем бы им помешала, как бы, культурная эмансификация монголов? Что кому? Ну, во-первых, насколько я понимаю, вот такие вот ключевые племена, они не особо несли какой-то культурный вклад. А если не племена, а какой-нибудь, не знаю, уже сформированной, типа, империи, там, не знаю. Британия, например, да, которая... Ну, Российская империя, к примеру. Я говорю о том, что просто вот этот вот довод в том, что тебе при какой-то нет ни одного положительного довода в пользу того, что... Нет ни одного довода в пользу того, что культура полезна и нужна. Я вот реально не вижу нау. То есть, тебе же только что перечислили. Это обосабливает людей. Ты знаешь, кто есть кто. И знаешь, кому помогать, если что. А почему нельзя всем помогать? Ты знаешь культурные особенности того населения, с которым ты прожил. И помогаешь ему, соответственно. Так это работает. И даешь отпор оккупатам, грубо говоря. Леша, можешь что-нибудь сказать? Я ничего не понимаю. Смотри, твои контраргументы описывали немного другую ситуацию. У нас ситуация другая. То есть, у нас небольшое государство под брюхом у гигантской империи. То есть, нам нужен какой-то, скажем так, аргумент для защиты. Можно сказать о том, что защита не нужна, но это другой аргумент и другая ситуация. Но именно... Это другая стратегия. Но именно, например, на примере Украины, именно культура объединила гражданское общество Украины. То есть, украинцы почувствовали себя украинцами, а не против России. Если бы это были россияне, они бы сдались без боя, как в Крыму и так далее. То есть, из-за того, что у них была своя культура, они как бы сопротивляются. Это был объединяющий элемент. Это не обязательно культура, но в нашем случае у нас это самый выгодный элемент. То есть, у нас нет ничего другого, чем чтобы мы могли бы противопоставить вот этой силе. В численном количестве нас меньше. В плане экономики мы слабее, ну или как минимум не больше. Единственное, что нас обоссабливает, это культура, исторические традиции, то есть, право на самоопределение народа. И поэтому мы должны этот инструмент использовать. Потому что, если мы его потеряем, то мы ничем не сможем сопротивляться. То, что нам предлагает вот эта гигантская империя, не дает нам ничего хорошего. То есть, это рабство для нас. Поэтому нам нужно с этим бороться. Единственное, что у нас есть, это вот национальный вот этот вот инструмент в виде культуры национальной, который мы и должны использовать.